В Библии написано, когда были правители благочестивые, процветало все, пустыни становились садами, тогда уходила бедность, земля подоносила, было просто огромное благословение. И наоборот, когда правители не ходили перед Богом, была засуха, голод, войны и проблемы. Так что молитесь, пожалуйста, за страну, молитесь, чтобы Бог поднимал своих слуг, своих пророков. И есть наша часть, есть наша часть, что будем делать мы. И поверьте, огромные вещи произойдут после того, что я сегодня буду рассказывать. И если хотите, сегодня исторический день, когда мы что-то новое для себя или старое поднимем, усвоим, закрепим, сделаем. И потом увидим великие результаты и будем рассказывать еще эти свидетельства по всему миру. Будьте готовы. Давайте помолимся, чтобы мы услышали. Сегодня я буду говорить об искуплении, об очищении, исцелении земли. Я буду проводить разные истории. Вот я временно пока стану здесь, потому что будем сейчас показывать фотографии. Покажем потом видео, можно свет выключить. И я вам вначале расскажу историю. Перед тем, как я буду давать практическое учение, что можно сделать с землей. И мы на этой неделе начнем это. Мы начнем исцелять и искуплять землю. И забегая наперед, чтобы у вас какой-то, знаете, был аппетит дослушать до конца. Потому что я буду много говорить сегодня, но это важно, то, что я буду говорить. И чтобы у вас был аппетит, я вам просто кратко скажу одну историю. Одни люди, которые верующие, рожденные свыше, благословенные, которые очень любили Господа. И они были на земле, у них был свой участок. Они, как нормальные люди, как все вы, жили и даже не подозревали, что болезни, которые были в их семье, Болезни детей, которые у них были, не урожай и бедность было из-за того, что земля была проклята. Хотя они были благословенные, земля была проклята. Дети болели, они болели. У них не было урожая, у них вымирал скот, у них были проблемы на участках в их жизни. И только когда приехала команда освободителей земли и совершили правильные действия над землей, то они перестали болеть, у них появились урожаи, у них появились деньги. Вы слышите? Поэтому тема, о которой мы будем говорить очень серьезно. Она касается вашего здоровья, ваших кошельков, ваших детей, ваших домов и вашего будущего. Аминь! Слава Господу! И давайте поставим, выключите свет, пожалуйста. Вы меня слушайте, а туда смотрите. Я вам расскажу, уже вы слышали о пробуждении на Фиджи, но я хочу освежить эту историю, чтобы вы... Мы просто будем фотографии показывать. Это разные места разных деревень и так далее, и так далее. Вот. И смотрите. Когда я буду рассказывать, просто услышите, что они делали и как они поступали. Потому что это для нас какое-то руководство. Я расскажу сначала о деревне Наталья. До пропущения селение было практически обречено на вымирание. У них не было продуктов питания. Пресная вода почему-то тоже исчезла. Никто из того, что люди... Ничто из того, что люди сели, не прорастало. Люди вырыли большие колодцы, много колодцев, чтобы добраться до свежей воды. Но воды не было. В результате... Зачем выключаете свет? Показывайте фотографии. Медленно просто. Странные отлично. Из-за того, что не было воды, не было еды, многие ишли на самоубийство. Наконец, после очередного самоубийства подростков эти люди стали молиться. Они исповедовали свои рехи перед Богом. Они искали помощи у команды исцеления земли. И за две недели до ее приезда постились и молились все деревни, 40 дней. Они плакали перед Богом и молили Его прийти и спасти их. И на следующий день, после окончания 40-дневного поста и молитвы, с неба вдруг излился очень яркий свет. Свет был настолько ослепительным, что намного превосходил яркость солнца. И люди не могли на него смотреть. И когда этот сгусток света очень медленно опустился к ним до расстояния 50 метров от ромня моря, то примерно в радиусе 3 километров море внезапно загрелось. Оно горело примерно полчаса. Языки пламени поднимались до 30 метров в уши. И все люди в селении пали ниц. Маленькие дети прятались за мамой. Всех хватил страх. Когда через полчаса пламя погасло, люди стали медленно подниматься и с опаской подошли к берегу моря. Раньше тропическая вода была бирюзовой, а теперь стала белая, будто кипящая. И когда люди стали прятаться в воду, они увидели, что вода на самом деле не кипит. Просто она пенится от тысяч и тысяч появившихся в ней рыбин. Как говорят селяне, на следующий день у них был богатый улов рыбы. Абсолютно все жители взяли кто корзины, кто рыболовецкие снасти и пошли на берег. Даже маленькие дети тащили рыбу из воды. Рыбы было так много, что это вообще накормило еще 6 ближайших. Марика Дакуваха, старейшинной деревни Натальева, говорит, 15 лет не было рыбы. Женщины были на воде по 4-5 часов и возвращались без рыбы. Но теперь, когда они возвращаются, они приносят тысячи рыбин. В тот же самый день 5 из выкопанных колодцев стали буквально фонтанировать пресной водой. И теперь все, что люди сажают на своей земле, произрастает за 15 дней. На сегодняшний день оказались чудесным образом восстановлены плодовые деревья. В дополнение, вся экосистема земли сильно преобразилась. Благословение вернулось на остров стремительно. Не нужно было ждать месяцев и лет для исцеления земли Фиджи. Все произошло мгновенно. Свидетельств в этих преобразованных деревнях визобилии. Бесплодие в течение 10-20 лет. Семя, которое было бесплодие по 10-20 лет, теперь имеют детей. Некоторые родили в возрасте даже 50 лет. Плодовые деревья теперь производят фрукты 12 месяцев в году. Рыба, которая отсутствовала в течение 50 лет в изобилии. Дополнение к экологическим чудесам вся деревня отдала свои сердца Иисусу. Другая деревня, другая часть острова, деревня Намока. Люди этой деревни, расположенные в горной местности Фиджи, были в отчаянии от увеличения случаев ранней смертности в их деревне. Много людей умерло в молодом возрасте и без оснований. В некоторых семьях остались только один или два человека. Кроме того, стали возникать болезни и ампутация ног у многих людей по необъяснимым причинам. Как и другие деревни, это пострадало от нехватки рыбы. Рыбы и в их реках ничего не было, никакой живности. Не было зеленых культур, не было урожая. Деревни были охвачены болезнями, а в деревне было пьянство. В таком отчаянном положении живы деревни, согласились объединиться и позвать команду исцеления земли. Они опять позвали команду исцеления земли. Слышите, я паузу сделаю. Я чувствую, нам нужно стать большой командой исцеления земли. Для Украины, для России, для других стран. Будьте готовы. И они позвали команду исцеления земли, чтобы подготовить себя для обращения к Богу, чтобы его присутствие было на них, и чтобы принести физическое исцеление не только телам и семьям, но и земле. После принятия губейских принципов и провозглашения истины и обращения злых путей, люди деревни разрушили каменного идола, превратив его в толстые куски горной породы. Как результат их послушания и поиска Бога, Господь услышал их вопль, простил их грехи и исцелил их землю. Вся деревня отдалась из сердца Иисусу. Несвоевременные смертные случаи прекратились. Люди исцеляются. Их земля производит хорошие, обильные зерновые культуры. Рыба в реках восстановлена. Остановлено пьянством. В ответ на возрождение люди сокрушили идола и приготовили большой банкет. Члены команды Средиземны говорят, что эта деревня была настолько бедна и бесплодна, что все, что ели ее жители, были листья и маленькие овощи. Теперь наблюдается изобилие рыбы в реках, новая зерновая культура растут, и количество детей в школах более чем удвоилось. Новая жизнь в деревне Намока начинается с призыва на молитву и поклонения каждое утро в 5 утра. Когда сторож стеркозвонит колокол, который обоспаливает всю деревню, тогда в каждой маленькой хижине можно услышать молитву и поклонение Богу во всей деревне. Они делают то же самое каждый вечер в 19.00. Это народ, чей Бог есть Господь, и чьи сердца полностью полагаются на Него. Радость этой недавно искупленной деревни потрясающая. Как они будут и танцуют, и радуются благодати Господа. Аллилуйя. Дальше деревня Наватусила. Из-за отсутствия работы многие молодые люди стали возделывать марихуану, которая является легкой по весу и прибыльным бизнесом. Они выращивали марихуану в течение 10 лет. После исцеления земли деревня обратилась к Господу. Эти молодые люди услышали, что ее семья была проклята из-за неправильных дел их предков. Они осознали, что марихуана была одной из причин этого проклятия. И в результате пришли к старичным деревне и раскаяли своих действий. Затем они решили удалить с корня всю марихуану в деревне. Они вырвали 1384 растений марихуаны, рыночной стоимостью в 11 миллионов долларов, и сожгли ее. Это действие стало главной новостью на весь Тихий океан, потому что марихуана, огромные наркотики, без вовлечения полиции, молодые люди добровольно не отдали бы это. Деревня Наватусила, находящаяся на Фиджи, была чрезвычайно облагословлена. Кожные заболевания, которые поражали людей, прекратились. И даже свиньи, которые имели обыкновение рыться в их страновых культурах, исчезли. Это плод молитвы и поста, и покаяния на Фиджи. В добавлении надо сказать, что пришел большой урожай томатов, красного перца, огурцов, хотя те не были посажены и никогда не выращивались. Люди говорят, что это было черепное чудо от Бога. То есть просто начали расти. Откуда ни возьмись. Помидоны, огурцы. Еще одна деревня Нуку. Фиджицы сообщают, что единственный поток, который пересекает их деревню, был серьезно загрязнен в течение 42 лет. Чиновники считали его опасным для жизни и запрещали соисклюжителям пить из него воду. Эта вода была ржавого цвета. По свойствам она могла причинять бесплодие, умственную болезнь и даже слепоту у жителей Нуку. Но недавно Бог через какой-то образом исцелил эти однажды ядовитые воды. И они стали источником жизни и исцеления. Рату Вунияни, директор команды исцеления земли, сказал, что команда прибыла, когда к ней обратились с проблемами и толпоклонства, и колдовства. Нас позвали некоторые племена, и некоторые из дешних сельских жителей приехали, чтобы присоединиться к нам. В течение того времени через вождя той местности люди отдавались смыслиться Господу. После того, как они последовали принципу 2-го пролепоменном 7-14, а там написано, «Тогда, если мой народ, который называется моим именем, смирит себя, станет молиться, искать моего лица, и отвернется от своих злых путей, я услышу с небес, прощую их и исцелую их землю». И они заключили завет с Богом. И через 3 дня после этого вода была исцелена мистическим, чудесным образом. Директор Вунияни также сообщает, что поток воды в местности Муку стал чистым в пределах площади деревни. При этом вода все еще загрязняется вверх и вниз по течению. Это явное недоразумение для неверующих. Дополнение к исцеленному потоку были спасены люди. Люди исцеляются, рыба восстановлена, и деревенская жизнь стала яркой и полной благодарения радости. Слава Господу, это маленькое, знаете, просто свидетельство живое, то, что на Фидже сделал Бог. И там, я смотрел последние новости, там проходит конференция, люди со своим миром приезжают туда посмотреть сейчас, что там происходит. Есть этот остров, деревья, которые я перечислил, они находятся по берегам, и Бог делает там такие чудеса. Слава Господу, слава Господу. Вы видите, что разные экологические проблемы, их не решит естественными путями, пока не будет обрана главная проблема, пока не будет разрушена проклятие над землей. И я хочу сейчас дать практическое учение об исцелении земли. Как вы поняли, мы тоже можем что-то сделать с нашей землей. Потому что я вам скажу, что то, что сегодня многие видят, и то, что многие из вас пожинают на земле, это нельзя назвать благословением. Ну, мы считаем это благословением, чтобы как-то Бога возблагодарить, но по меркам библейским это не является благословением. Вот, это просто мы что-то собираем, чтобы не умереть с голода. Это просто мы что-то получаем, чтобы не умереть с голода. Но это не является на самом деле тем благословением, которое должно быть от земли. Земля должна совсем другое давать. Вы слышали? Вода просто кишила рыбой. Вы слышите? Земля просто начала растить растения, которых там никто не сажал даже. Вы слышите, вода, которого была травлена, просто стала чистой. Деревья 12 раз в году начали плодоносить. У нас один раз плодоносит деревья. В лучшем случае. Кто у вас в сады есть, кто закрывает яблочки. Представьте, сколько вы можете закрыть яблочек, если у вас будет 12 миллионов продуктов у нас. Конечно, вы их закрывать не будете, вы их и продавать будете. Вы будете питных кормить, вы их будете раздавать налево на правду. Вот оно благословение. Когда земля благословенна, так у вас есть чем поделиться с другими. Это одна из причин, почему многие такие скупые, нечего давать. Друзья, мы можем изменить все. Сегодня для вас это учение. Пожалуйста, никто не прослушайте. И я расскажу вам кое-что. Как земля оскверняется и становится проклятой. Знаете, я вчера просто зацепился за эту тему. Господь меня побудил ее исследовать. И я нашел примерно 2400 мест в Библии, которые говорят о земле. И пришлось их все исследовать, чтобы понять, все-таки, что влияет на землю, что не влияет. Все-таки, что было раньше, а что сейчас. Все-таки, что можно сделать земной, а что нельзя. И вот, послушайте, как земля оскверняется и становится проклятой. Бытие 3.17-18 дает нам пример, что из-за греха людей земля становится проклятой и растет колючки и сорняки. Я вам зачитаю эти знакомые места, чтобы просто освежить в памяти. Бытие 3.17. Адаму же он сказал, то есть Богу, «Так как ты послушался жены и сел плот с дерева, о котором я велел тебе, не ешь от него, проклята из-за тебя земля, в тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни твоей жизни. Она произрастит тебе колючки и сорняки». Знаете, из-за греха людей земля начинает, то есть она заболевает, по сути, становится проклятой, и она начинает растить мусор, траву, сорняки, колючки. То есть если на твоей земле растут колючки и сорняки, это признак, что она еще не благословена. Потому что это появилось вследствие проклятия земли. Вы скажете, ну это, нет, у всех растут колючки. Не у всех. Не у всех. Я вам расскажу сегодня свидетельство, где люди, которые разрушили проклятие земли, исчезли все колючки. Если они у кого-то исчезли, когда пришло благословение, для нас это серьезный сигнал, что если земля благословенная, этого не должно быть. И если это растет на вашей земле, значит земля еще не искуплена, не исцелена и не дает полную силу, она еще не благословенна. Сегодня я хочу бросить вызов всем, у кого есть хоть какая-то земля, для того, чтобы вы не просто смирились с тем, что что-то растет с ней, не то, что нужно, и не растет то, что нужно, а чтобы вы рассердились на эту ситуацию. Может у вас земли немножко, пять на пять метров. Может у вас у родителей где-то есть много земли. Может ваша земля это цветочные горшки, это вся земля, которая дома есть, и цветы. Но и там может быть благословение. Поверьте, мы вчера уже сделали эксперимент. Мы взяли наши цветы, мы их сняли на фотоаппарат, мы их удобрили, вот Божьим удобрением. И мы будем теперь снимать, проверять, что будет с ними происходить. Потому что мы хотели искупления везде. Мы хотели исцеления везде. Дальше я продолжаю. Как земля склиняется, становится проклятой. И вот еще здесь в Писании Левитт 18.25, потому что мы должны понять, что это не только из-за Адама земля стала плохой. Вот. Вообще все люди, которые живут на земле грешат, из-за этого их земля становится проклятой. Вот послушайте. В том числе люди, у которых вы покупали свою землю, или кто жил до вас, а может быть и вы, когда жили на ней, не зная Бога, что вы там делали. Вот слушайте внимательно. Левитт 18.25. Здесь просто примеры. Земля осквернилась. И она оказала ее за грех. И она исторгла своих обитателей. Все это делали те, кто жил в этой земле до вас. И земля осквернилась. То есть Бог обращается к израильскому народу. И смотрите. Они, казалось бы, народ, который был с Богом в завете, но он им объясняет, что да, вы мои, у меня с вами все хорошо, допустим. Я вас люблю, вы меня любите. Но послушайте, говорю. Земля, на которой вы живете, осквернена теми народами, которые жили до вас, потому что они грешили. И в 28 стих он их проупреждает. Если вы оскверните землю, она извергнет вас, как извергла народы, которые были до вас. То есть из-за греха людей земля перестает быть благословенной для живущих на ней людей. То есть буквально описано, земля как живое существо не извергла людей, выжила людей из своих пределов, из-за того, что они осквернили ее грехами. Это очень интересно. Если много везде описано, земля плачет, земля рытает, земля извергла, земля стенает, или Бог говорит, я сделаю землю, как железо, а небо как медь. То есть железо там еще не может расти. Вы знаете, земля, она очень интересна, она очень сверхъестественна. Потому что написано, и земли Бог произрастил всякое растение. Бог не посеял всякое растение. Он сказал слово, и земля произвела растение, в котором уже появились семена, и сели дальше. Из земли образовались животные. Вы слышите? Человек из земли образовался. Земля, она уже сверхъестественна, и она живая. То есть она реагирует на наши действия, на наши грехи, на наши слова, на наше благословение. Откуда я это знаю? Вот мы читаем об этом. И когда к нам приехала эта ремина Камал-Адара, и она встала на землю, и она говорит, я слышу, что ваша земля вопьет. Я думаю, как она слышит, что земля вопьет? Я слышу, что ваша земля вопьет о помощи. Ну, как она может слышать? Интересно, разве может земля говорить? Когда я изучал эти 2400 мест, где описано о земле, я нашел много упоминаний, просто в рамках этого урока мы все это не пройдем. Где земля буквально взывала, говорила. Вы даже у Авеля помните, да? Как он, когда был убит, как его кровь с земли взвала к Богу. Друзья, это серьезно. И вот еще конкретно есть. Я подчеркнул, ну, подчеркнул два греха, которые конкретно прямо указывают на то, что земля будет проклята. Вот многие грехи, но два это конкретно. Посмотрите, это какие? Числа 35-33. Не оскверняйте землю, где вы живете. Кровь оскверняет землю. И для земли, на которой была пролита кровь, нельзя совершить отпущение иначе, как кровью того, кто ее пролил. Еще раз, слушайте, внимательно. Это Господь говорит людям вообще принцип, что с землей происходит. То есть это не законы, какие-то Ветхого Завета. Это вообще отдельная тема. Это просто Бог обращается к своим людям, объясняет им вообще о земле. Не оскверняйте землю, где вы живете. Кровь оскверняет землю. И для земли, на которой была пролита кровь, нельзя совершить отпущение иначе, как кровью того, кто ее пролил. Представляете, настолько серьезно. Вот, что если человек пролил кровь на земле невинную, Бог говорит, земля будет проклятой. И ее ничем не искупишь, пока вот этот виновник, его кровь не пролется на эту землю. Представляете, насколько серьезно все. Ну, конечно, у нас сейчас есть выход. И Иисус Христос, Он стал проклятием за всех. И Он пролил кровь. И вот теперь, благодаря Его крови, то есть мы не требуем к возмездии крови виновников, кто пролил кровь, евреев, воинов, кто убивал. Но благодаря крови Иисуса мы можем исцелить, искупить землю, освободить ее от осквернения. Вы слышите, у нас есть такая привилегия, то, что в мире ни один агроном не сделает, то, что ни один политик не сделает, ни один ученый, потому что это Божий заповедь, нельзя, он сказал, ничем искупить землю, нельзя ему вылечить, пока не будет пролито кровь того, кто пролил кровь других. И вот поэтому у нас есть привилегия, и на самом деле правительство, агрономы всего мира, должны верующих, знаете, как их золото в руках держать, потому что верующие могут избавить землю от проклятия. Никто это больше не сделает, только верующие, о которых вытирают ноги. Так что вы не просто мальчики и девочки, которые читают Библию, вы можете снять проклятие с земли. Аминь. И мы должны это сделать, если мы это можем сделать. Аминь. Аминь. Знаете, я когда это вчера читал, взвешал, думаю, вау, нам нужно это сделать. Нам нужно это сделать, как можно быстрее. Да, причастие, это причастие, конечно же. Это причастие, это кровь Иисуса, это его тело. Мы сейчас практически, когда я скажу, дам вам учение, основы, мы будем говорить практически, как мы это будем делать. Друзья, это так просто. Я уже не дождусь. Аллилуйя. Давайте все остановим и пойдем просто это делать сейчас. Так вот, один из грехов, это пролитие крови. То есть на тех землях, где были войны, где проливалась кровь, аборты, просто убийства. Где уничтожали пленных, где уничтожали евреев. То есть везде, где кровь была пролита, там оскорняется земля. Где проливается кровь, оскорняется земля. И даже в тех городах, казалось бы, где было войны, там совершаются тысячами аборты. Это убиваются невинные жизни, и земля оскорняется за аборты. Колдуны, всякие знахари, которые приносят невинную кровь, всяких животных, вот для своих ритуалов, это невинная кровь. Это все кровь. Иремия 3.1. Если муж разведется с женой, и она от него уйдет, и станет женой другому, то разве первый муж примет ее назад? Разве этим не осквернится земля? Представляете? Блуд это один из них хвостов, за который не только человек оскверняет себя, не только оскверняет другого, оскверняет землю. То есть, когда люди, вот это смотрят, эти атакительные каналы, парно-гархи, и идут потом, занимаются блудом, а этого сейчас очень много, люди сами под своими ногами оскверняют землю. И потом уже эта земля сфергает этих людей из себя. Катаклизмы, катастрофы, землетрясения, наводнения, урагана смерчи. То есть, земля делает все, чтобы свергнуть этих людей из света земли. Вот поэтому эти курорты, где были рассадники Блуда, помните, где цунами были? Это были самые большие рассадники гомосексуализма, детской проституции и так далее, и так далее. Просто земля свергла из света земли. Там сейчас ничего нет, просто мертвые места. Иеремия 23.10. Земля полна распутников, поэтому она высыхает под проклятием, и пастбище сгорели в пустыне. То есть, нет воды, и под проклятием земля просто опустошена. Из-за блудников, из-за развратников. Видите, вот это вот так минимум два греха, которые, это минимум, которые описаны в Библии, которые прямо имеют отношение к земле. Поэтому, если мы хотим сделать вывод сегодня, анализ, провести тест, на наших землях, можете быть проклятием? Легко. Легко. Здесь столько было боев. Здесь столько абортов делается каждый день. Здесь столько было убито невинных людей. столько блуда, прелюбодеяния, и было, и есть. И это все умножается. Вот это причина, почему сегодня мы имеем то, что имеем на земле. Хорошо. Второе. Мы говорили о том, как семья сохраняется и становится проклятой. Земля. И вы видите, вот реально, никакие удобрения. Вот естественные проблемы с почвой можно решить при помощи удобрений, при помощи каких-то технологий, новых средств технологичных. Правда? А вот эти вещи ничем не уберешь. Второе. Потенциал благословенной земли. Я хочу вам показать пару месяцев писаний о том, чтобы видеть на самом деле какой должна быть земля. Какой она может быть. Какой она должна быть когда она нормальная. Чтобы мы не смотрели на свою землю, не говорили, знаете, буряны растут по шею, мы их троим химией, мы говорим, Господь, спасибо тебе за благословение. Чтобы мы не считали это благословением. Потому что колючки буряны это не было следствием благословения, это было следствием проклятия. Левитам 26.3 Если вы будете следовать моим установлениям и прилежно исполнять мои повеления, пошлю вам дождь в срок, и земля будет давать урожая, и деревья в поле плодоносить. Вообще, видите, к праведным людям Бог вообще помогает, чтобы все хорошо было. Ну вот теперь интересно. Левитам 26.5 Молодьба зерна у вас будет литься до сбора винограда. Молодьба зерна у вас будет литься до сбора винограда. То есть, сейчас Бог говорит о благословениях на земле. Правда? Он говорит, если вы будете меня слушать, если будете праведниками, дождь и дам, благословения. Ее объясняет, в чем будет заключаться это благословение, в каких величинах. То есть, это что? Два яблока вместо одного появятся. То есть, какие величины? Вот величины. Молодьба зерна у вас будет литься до сбора винограда. То есть, зерно люди будут собирать до самой поздней осени. То есть, будет несколько урожая в зернах. Как на Фиджи. В течение 15 дней все, что только может расти, созревает. В течение 15 дней. Неважно, какая культура. Две недели. Две недели после молитвы. Бизнесмены, откройте ваше сердце, ваши глаза, представьте, какие перспективы есть на благословенной земле. Каждые две недели ты можешь иметь урожай. Сеяние, жатва. Две недели прошло, сеяние, жатва. Две недели прошло, сеяние, жатва. Но им страшно об этом даже подумать, потому что люди ждут это единственный урожай, который они соберут в конце лета. Картошки, еще чего-то. И то поела, то жуки поели, то кроты, то соседи поели. Молодьба зерна у вас будет длиться до сбора винограда. Это вот аграриям нужно послушать, насколько у земли есть потенциал, когда она здоровая. А сбор винограда до посева. То есть до весны. То есть винограда столько и столько его культур и вида, что ты его собираешь, собираешь и весной ты собрал. А теперь все слои. Теперь пассивно. Но послушайте, это было проклятие Адама. Вот что ты будешь поте своего лица зарабатывать. Но когда проклятие разрушается, понимаете, что происходит? Земля уже не дает трех страняков, которые тебе нужно горбиться и вытягивать. Земля дает много всего. И для тебя становится это удовольствием. Я знаю, вы в это не верите, но в любом случае я кому-то сегодня рассказываю. Числа 13 глава 24 стих. Еще кое-что. Такой потенциал есть у плодов. Числа 12, 13, 24. Это она тоже проклятая земля. Адама пробивает. То есть, если Бог благословляет, если благословение приходит, то оно будет работать все. Придя в долину Есхол, они срезали виноградную ветку с одной грозью ягод. И двое из них понесли ее на щите. На шесте. Одну гроздь винограда двое понесли на шесте. то есть, вы представляете какой-то вес. Смотрите, это то растение, которое Бог вырастил. Знаете, раньше, тогда еще не было технологий, как сейчас смешивание ДНК, смешивание всяких там нано, и так далее, и так далее. Это были просто естественные Божьи плоды. И знаете, как бы это было в земле? В Холландской. Это вообще люди, которые безбожники, жили без Бога. Это просто земля была благословенная, вы слышите? Это земля, которая была приготовлена для людей Божьих, куда Бог обещал, что Он придет в свой народ. Это просто был благословенный кусочек земли. Это значит, когда земля благословенная, то обычный виноград, он необычный, он кисть может достигать 30-50 килограммов, что два человека несут на шесте. Для фермеров, это знаете, это мысль. Сейчас используют все генетически измененные сорта продуктов. А вот естественные Божьи продукты, вот естественные, они способны к такому. Здесь нет фермеров, поэтому... Хорошо, третье. То есть, вы понимаете, мы даже не по-другому называемое благословение, оно совсем другое на земле. Ты увидишь разницу, ты увидишь разницу. как земля исцеляется и становится благословенной. Теперь духовное основание, как земля исцеляется и становится благословенной. Есть четыре вещи, запишите их. Смирение, вера, молитва, труд. Я по каждой сейчас дам объяснение. Смирение, вера, молитва, труд. Если ты хочешь свою землю искупить, исцелить, освободить, тебе потребуется смирение, вера, молитва, труд. Из всех этих мест писания я искал ключи. Вот все-таки что нужно сделать? Я нашел четыре ключа. Первое смирение. Сейчас откройте второе программинал 7.13. Второе параллель 7.13.14 Или запишите хотя бы себе. Здесь сказано то, что настоящее смирение открывает небо и приносит исцеление земле. Настоящее смирение. Второе параллель 7.13. Ну, видно же, вы говорите не могут это слово параллель Памедон. Некоторые не смогли. Читаем. Когда я затворю небеса и не будет дождя или повелю сорочей обедать землю или нашлю мор на мой народ тогда если мой народ который называется моим именем смирит себя станет молиться и искать моего лица и отвернется своих путей я услышу с неба прощу и грех и исцел их землю. Вот типичная ситуация когда я замерю неба с врачами набитать урожая то есть будет мор то есть все под проклятием земля есть выход Бог говорит нужно когда мой народ смирит себя станет молиться и искать моего лица и отвернется от своих злых путей то есть настоящее смирение между Богом когда человек вот у вас есть огород или у ваших родственников когда вы знаете приходите перед Богом этих исполнил я прошу тебя мы неправильно перед тобой выходили мои родственники неправильно перед тобой ходили я признаю мы совершали ошибки я признаю мы много совершали по сей день ошибок мы много делаем неправильно прости нас земля из-за нас страдает не крали на других винишь а эководия плохая прости Господь я пересмотрю свою жизнь я пересмотрю свои поступки Боже я вот это исправлю вот это исправлю я действительно понял Господь что вот в чем проблема не где-то за океаном да проблема вот это я проблема это наша семья Боже мы перестанем воровать перестанем вот это делать Боже начнем вот это делать отдадим мы должны соседям отдадим вот это то что они требуют Боже я дам тому человеку то есть ты приводишь жизнь в порядок и вот это повлияет на твою землю кажется какая связь с землей а вот какая Бог говорит и я исцелю их землю Вы слышите? Вот твое усмирение перед Богом влияет на твою землю. Потому что раньше вы об этом не думали, так вот, знайте об этом. Не удобрение повлияет на землю. Не хороший участок. Твое усмирение перед Богом. Молитва, сокрушение перед Богом. И твое решение оставить грехи, которые ты знаешь, что это грехи. И все гречники сказали. Аминь. Оставьтесь по заслужению на своей главной земле. Вы бывшие гречники. Но если вы настоящие гречники, обязательно покаетесь. Потому что ваша земля будет страдать от этого. И люди это будут. Вера. Следующая вера. Первое смирение. Следующее вера. То есть вера тоже имеет отношение к земле и благословению. Поверьте. Галатам 3.13. Знакомое место. Ну вдумайтесь, что здесь написано. Так вот. Христос искупил нас от проклятия закона. То есть там были. В автор закона и в 28 главе были разные проклятия. И земля перестанет водоносить. Из-за того, что вы не будете что-то делать. Вы и ваши предки не получите. Получите дырку дублика во простом. И язвы будут. И опустошения придут. И сход будет вымирать. То есть из-за ваших предков. Неважно. То есть земля под проклятием. И вот написано, что Христос искупил вас от проклятия закона. В этом нужно верить. Это нужно исповедовать. На этом нужно стоять. И с этим нужно молиться. Как с оружием. Он сам понес проклятие вместо нас. Как написано об этом. Проклят каждый, кто повешен на древе. Чтобы. То есть. Вот чтобы. Вот секрет в слове чтобы. Чтобы и все народы могли получить через Иисуса Христа благословение. Данное в рамках. Слышите? Здесь два слова. Здесь синоним и тоним. Проклятие и благословение. Получается проклятие есть. Оно действует из-за грехов. Из-за смертей. Но. Благодаря Иисусу мы теперь можем принести благословение на землю. И в это нужно верить. Кто-то сегодня верит в проклятие. Они каждый день с ними борются. Разрушают. Они снова на них набрасываются. На следующий день опять их разрушают. А кто-то верит, что они свободны от проклятия. Это вопрос твоей веры. И тебе нужно применять веру, как ты будешь стоять над землей. Тебе нужно стоять и думать. О, земля сейчас проклята. Я скриняюсь сейчас. О, мои ноги под проклятием. Надо пыльствоваться. Тебе нужно наоборот. Иметь веру, что благодаря его крови ты должен брать причастие. Разглавливать хлеб. Брать, кушать одну часть в другую. Брать, ложить в землю. Искупляется земля. Благословение. Разрушается проклятие земли. Никакое проклятие закона не действует. Тебе кто-то... А будет же написано в законе. И будут прокляты твои кони. И там еще что там. Благословение мне предначеркнуло через Авраама. По мере благословения приходит. А то есть благословение Авраама... Я уже не буду останавливаться на этих местах из Писания. Было, что твоя земля будет благословенна. Твои потомки будут жить на ней благословенными. А то есть понимаете, это одно с благословением Авраама. Что земля будет благословенна и будет давать урожай. Галилуя. Третье. Молитва. Это как земля исцеляется и становится благословенной. Молитва. Иаков 5, 17, 18. Он кое-что в Илье сказал. И мы это место не привязываем к земле. Мы часто это к вере только привязываем. Послушайте внимательно. Илья был таким же человеком, как и мы. Но он гребностно помолился, чтобы не было дождя. И на земле не было дождя 3,5 года. Потом опять. По его молитве. Небо дало дождь. И земля снова начала приносить урожай. Смотрите. Какое это отношение имеет к вашей земле? А вот какое. Илья мог управлять погодой. Когда потребовалось. Вот жил народ в грехах. Илья закрылась. Засуха. Потом раскаялся у него. Илья помолился. Пошли дожди. Пошли урожай. Нам нужно понимать, что наша вера может управлять урожаем. И управлять погодой. Мошество даже не делает этого не близко. Мошество приходит и говорит. Опять жуки. Опять картошки. Зачем я купил этот сон? Ну вот, как всегда. Посеял столько. Ой, повылазил такой. Ой, наверное, следующий год не буду сажать. Это вот, что сегодня крестьяне. Вместо того, чтобы повелевать в погоде, повелевать ветрам, дождям, жукам. Вон! На соседней оговорке. Как она никогда не видит соседей. Но я слышал смирительство. Я слышал приятное смирительство. Когда бабушка одна, она, ну, в церкви сказали, что, ну, жутит, а это творение. И любое творение, все тыщище, оно повинуется имени Иисуса. И это тоже творение. Помните, Бог управлял саранчок. Он говорит, я поберюсь, саранчок прилетит и объест все. То есть, все эти камашки, они все равно подчиняются Богу. И поэтому, то есть, бабушка сказала, вот с моего огорода. Я слышал, что дерево и все были на соседнего огорода. Это такое свидетельство тоже хорошее. Хорошо, вера. Поэтому, вот, земля, что надо делать? Покаяться. Простить прощение. Оставить свои грехи, которые ты знаешь, они есть. Забросить свою бутылку, сигареты, порнографию. Поработать кабель, интернет кабель, чтобы не было интернета, если ты не можешь себя контролировать. И прийти на эту землю. Сказать, это благословение. Благословение. Желень никого проклятия. Я изгоняю всех демонов земли. Изгоняю всех жуков отсюда. У меня будет дождь. Видите, засуха. А у меня будет дождь. А у меня будет питание. Влага придет к корням. То есть, вы должны использовать это как молитву для преображения земли. И четвертое, это труд. Несмотря на то, что земля благословенная, ей всего нужно разделать. Потому что при бытие Бог поставил у человека возделывать землю. Когда она еще не была, он был под проклятием. Ему нужно было возделывать землю. И притча 28, 19 сказана. Притча 28, 19. «Возделывающий свою землю будет есть в досыта». А тот, кто гоняется за пустыми мечтами, насытится нищетой. Слышите? Кто только мечтает, что «Нет, все будет хорошо. Будет урожай у меня». Нет. Вот кто возделывает свою землю, будет есть в досыта. То есть, будет видеть урожай. А кто только мечтает, будет есть в пустоту, насытиться нищетой. Поэтому труд. Что это значит? Изменение земли. Поверьте, я сейчас часто сталкиваюсь с фермерами. Вот ко мне приезжают гости, звонят. И они, вот многие из них с заветом делают неправильно. Один из фермеров, он сказал, а мне не интересны никакие полезные удобрения. Я знаю, если я засыплю химию, оно 100% даст рост, 100% даст объем, даст цвет. Я не хочу даже, ну простите, такое слово, париться. Не хочу даже париться. Ему другие фермеры говорят, христиане, говорят, слушай, так ты же людей травмишь. Ну, это же Божье творение, ты же Божье творение травишь людей. Тебе, ну, совесть тебе как? Он, знаете, все всех травят. Поэтому, знаете, последнее, это нужно возделывать землю, ухаживать за ней, потому что она живая. Она чувствует. Мы когда в Индонезии беседовали с фермерами, беседовали с цереминами, с людьми, они к земле относятся как к человеку. Как личности. Нет, мы хотим ухаживать за землей. Мы не хотим ее отравлять. Мы не хотим вредить земле, потому что мы же потом от нее пошли. Понимаете, да? Они даже бактерии, микроорганизмы называют друзья. Они называют микроорганизмы. Они говорят, в земле есть друзья, которых мы не должны уничтожать. Когда задавались вопросы, почему вы не уничтожаете насекомых, которые... Они говорят, друзья их уничтожают. Это все наши друзья. Их нужно просто накормить, чтобы они не ели хорошие урожаи. Их просто нужно накормить. Но они нужны, их нельзя уничтожать. Потому что нарушает их всякая система. Перейдем к практическим вещам. Практические действия по освобождению и исцелению земли. Теперь приготовьтесь записывать. Очень внимательно относитесь к этому. На земле есть такие служения, как называются искупители земли. Помните, мы читаем, на Фиджи приезжали люди, которые занимались искуплением земли. Есть такие служения. И они выработали определенную же тактику. Определенные, у них есть специфика. И к нам приезжала такая она из команды. Это индонезийцы. Мы с ними ездили и проводили искупление земли. До того, как все в Украине началось, вот эти все события, они произвели искупление этой земли. Они породствовали этой землей. Они прогнозили, что земля изменится. Все начнет меняться в этой стране. До того, как все происходило. На следующий день после их молитвы в Киеве начались события. И мы не говорим, что это они одни, несли вклад. Но это был очередной толчок. Поэтому приготовьтесь. И одна из команды искупителей земли сделала список, вот что нужно делать для исцеления земли. Я вам сейчас зачитаю этот список. Так они уже опытные. Мы неопытные, мы учимся. Я взял смелость просто воспользоваться в этом списке. Нормальная идея? Нормальная. Почему бы нет? Люди ездят по всем странам, освобождают острова, такие как Фиджи. Почему бы нам не воспользоваться? Итак, что делать? Первая рекомендация. Расстелите свое время с другими. То есть возьмите, ну, сгруппируйте с кем-то. Не действуйте один, а двое или трое. Можно с кем-то это сделать? Вы можете взять на домашней группе кого-то. Это может быть семья. Ну, разделите свое время с другими. Второе. Подготовьте свои средства в молитве, посте и покаянии в грехах. Покройте себе кровью Христа. То есть приступая перед искуплением земли, знаете, ну и неправильно будет. Прийти на поле, пачка сигарет в кармане, бутылка в пулике, да? У тебя такие мысли вечером пойти где-нибудь, там, грим какое-то делать. Это неправильно. То есть приготовить свое сердце. Нужно покаяться перед Господом. Попросить прощения Его. Приготовить себя. Третье. Попросите Бога показать вам территорию, которую Он хочет осветить. Определите местонахождение национальных святым. Найдите то место, где происходили убийства, самоубийства. Но отчисленные это катастрофы, колдовская деятельность. Ну то есть простыми словами. Нужно просить у Бога, то есть молиться. Первое. Соберитесь с кем-то. Второе. Приготовьте свои сердца к этому. Третье. Попросите у Бога откровения. О земле. Чтобы Он вам показал те места, которые нуждаются в освобождении. То есть вы можете без откровения просто это свою землю искупить. Но можете также просить Бога, чтобы Он показал вам определенную землю, какие грехи там были совершены. Вот когда эта команда из Индонезии ездила с нами, они стояли, не слушая, какие были грехи совершены. И они говорили то-то, то-то, то-то. Они конкретно сказали, вот из-за каких грехов страдает земля. И вот, чтобы Бог нам показал точнее, в чем причина. Хорошо? Вот Он и показал в Киеве, что были места, где проливалась кровь. И так и было. То есть они не знают Украины, и показал им Бог. Бабий Яр. Чи как это называется? Бабий Яр. Там сто тысячи в мире было убито. То есть они не знают этого, Бог им сказал, там место. Вот, потом показал им тоннель Сталина, где замуровали жильем людей, когда его было принято просто запечатать. И они закрывали эти двери, через которые они говорили, демоны просто высобождаются на Украину. И приносят проклятие. И Лысая гора, где Лысая гора в Киеве, где там до сих пор всякие шаманы приходят. И всякие там жертвоприношения животных производят и так далее. А в древности там были проношения людей. То есть Бог им показал, они не знали наших историков, показал им эти места. И они разрушили эти места, они осветили, искупили эти места, разрушили действия демонов там. Это было все перед тем, как у нас на Украине все это началось. Так что очень интересное событие нужно дальше. И мы будем здесь продолжать на местах изгонять демонов из земли. Чтобы они все с Украины убрались. И утонули в Черном море над ней. Безгон. Расскажи. Когда они молились на кладбище Евреев, там, где 100 тысяч евреев погибло, когда они приехали, они сказали, что вся эта территория находится на территории Киева. Она взывает о суде. И они говорят, как я могу благословить то, что ко мне взывает, и просит сюда, и просит, чтобы разобраться в этом. Но только кровь Иисуса, она взывает о милости. И она может через кровь Иисуса благословение прийти. Вот так. Дальше. Пойдите на это место, которое указал Господь, или вы его уже знаете. Это ваша земля. И по прибытии на это место начните славить Господа. То есть создайте атмосферу хвалы, атмосферу поклонения. Не стесняйтесь. Знаете, вы тоже остановились у перекрестка дорог. Это трасса, где много машин. Там у нас есть место, где Господь им показал. Там действительно не было приятное место. Мы туда поехали на автобусе. И мы встали прямо там. И начали поклоняться Господу. Машины ездят. В центр дороги вышли. Думаю, хоть богаи не было. Патрушка. Несколько людей, вообще иностранцы. Посреди дороги, на перекрестке, где даже машина может наехать. Они выливали масло на асфальт, печасти делали. Поклонялись Господу. Думаю, хоть богаи не было, хоть богаи не было. Ну, объясни, что мы здесь делаем на перекрестке дороги. Но слава Господу, все было хорошо. Господь сохранил нас. Поэтому начните славить Господа. Обойдите кругом ту местность и попросите, чтобы Бог открыл каждому из вас, какие грехи здесь совершались. Составьте список этих грехов. И если нужно, с друг другом поделитесь, чтобы все знали, какая точная проблема там. Это следующий шаг. Ну, как хотите. Можете у себя ставить эти. Да, это пять. То есть, будьте на этой местности и просите у Господа откровения. И если вы на вас несколько поделитесь, чтобы вы знали, допустим, двоим, троим придет что? Здесь кровопролитие кровопролитие. Или над колдовством. Тогда вы будете просто в единстве и молиться против колдовства разрушать. Или будете конкретно произвести искупление, исцеление земли от последствий кровопролития. Понятно все? Да. Шестое. Исповедуйте эти грехи пред Господа от имени беззаконников. То есть, у многих людей уже живых нет. Но, во всяком случае, от их имени исповедуйте. Вот это такой акт ходатайства. Вынесите все на свет. Бедцы не любят света. Просто исповедуйте. Что значит исповедовать грехи этих беззаконников, кто проливал кровь? Это значит, вы просто берете и просите Господь. Прости тех людей, которые здесь совершали эти злодеяния. Господь, не умени этого греха. Пусть эта земля освободится от проклятия. Прости за то, что эти люди сделали. Я как представитель моего народа. Я как представитель украинского народа прошу тебя, прости нам, украинцам, этот грех. Или я как представитель вот этой местности. Я прошу, Боже, прости этот грех. Я прошу милости. Сними это поношение, это проклятие земли. То есть, вот так. Кто-то должен попросить прощения. Это второе параметро, что вы говорите. Боже, если они будут раскаиваться в грехах, и это нормально, когда ты отождествляешь себя. Это ты не вешаешь на себя грех. Просто ты честно берешь ответственность. Ты Богу говоришь Господь. Прости, что мы натворили здесь. Вот мы, люди, прости, что мы здесь наделали. Прости нас просто. Это нормально. Тогда Бог видит, что кто-то понимает, что это грех, что это плохо, и он хотя бы не будет дальше это делать. И, кстати, на Фиджи, что они сделали, этого не было в свидетельстве, но это есть в фильме. Там у нас еще есть фильм, мы не показали, 8-минутная Фиджи. Там есть такое место. Они пригласили австралийских миссионеров для того, чтобы просить у них прощения о том, что когда-то предкам этих миссионеров сели аборигены Фиджи. То есть, чтобы вы поняли, когда-то на Фиджи из Австралии приехали миссионеры, очень давно, чтобы проводить Ивангелие. И на Фиджи были тогда племена, и они убили, то есть съели этих миссионеров. И фиджицы, они, чтобы искупить этот грех, который пришел из-за кровопролития, пригласили потомков уже, то есть правнуков, внуков, пригласили потомков этих миссионеров. И они попросили прощения, чтобы это проклятие было снято с этого острова, с Фиджи. Знаете, если мы не будем мечтать о наших землях, а у нас есть о чем мечтать, потому что обещание действует, нам нужно всего лишь мало сделать. И давайте продолжим. Мы закончили на шестом исповедовать грехи. Знаете, и вот вы когда будете молиться, и вы будете в своих местах, селах, поселках, регионах, возможно, вам Бог поведет вас перед кем-то покаяться. Может, вы узнаете какие-то вещи, может, вы узнаете, что кто-то кого-то там где-то убивал, может, ваши родственники. Знаете, нужно будет вот просить у Бога мудрости пойти и где-то попросить даже прощения. Потому что это, видите, все имеет значение. Седьмое. Начните просто прославлять Господа. Вот они рекомендуют прославлять Господа. После исповедания грехов, просто время радости, время славить Господа. И пойте в духе, проглашайте победу. И прочитайте Псалом 149, 6-9, 6-9 стих. Они рекомендуют после исповедания грехов радоваться, прославить Господа и провозглашать на этот Псалом, как утверждение. Что это за Псалом? За Псалом. Я читаю. То есть на проглашение, вот что над врагами сейчас происходит суд. Над духовными врагами. Восьмое. Проведите вечерю Господа. Как ее проводить правильно? Раздайте хлеб. Пусть каждый раздает лоптики и разделит его пополам. Пусть каждый съест половинку, а другую половинку посеет в землю. Это делается потому, что хлеб символизирует силу. Псалом 103, 15 стих. Псалом 103, 15 стих. Хлеб символизирует искупление и исцеление всего Божьего творения, которое приобщалось к преломленному, страдающему телу Христа. Исайя 53, 5 глава и 1 Петра 2, 2, 4. Исайя 53, 5 и 1 Петра 2, 2, 4. По тому, как мы принимаем силу и исцеление через притещение хлеба, точно так же мы верой передаем силу и исцеление земле, которая утратила свои благородные качества из-за проклятия. Итак, проверим, чтобы вы все поняли. Раздавайте хлеб. Каждому один съедаете. Вот два строя. Вы каждый съели свой кусочек, а одну часть землю. И потом провозглашаете. После того, как вы сделали, провозглашаете силу, силу и еще раз силу на эту землю. Что земля больше не будет бесплодной, земля больше не будет проклятой и больной. То есть провозглашаете, что этого больше не будет. Потом передаете чашу с соком или с вином. Но если вы вино используете, только размешиваться с водой. Чтобы оно было как сок. Ну, достаточно виноградного сока вполне. И передайте чашу. Повдайте Бога за силу драгоценной крови Христа. Напомните друг другу, что в крови есть искупление. Это Ефесянам, 1 глава, 7 стих. И Колоссянам, 1 глава, 14. Ефесянам 1,7, Колоссянам 1,14. Напомните друг другу, что в крови есть искупление. То есть взяли чаши и провозгласите. Взмите Библию и прочитайте эти места. Напомните друг другу. И пусть все причащаются. Пусть все бьют. И затем вылейте оставшиеся на землю в знак того, что кровь Христа была пролита, чтобы разрушить проклятие и освободить землю, которую простил Иисус. То есть в чашу передайте, пусть останется в этой чаше и вылейте на землю. Проливая землю вино, провозгласите проклятие, навлеченное пролитием невинной крови, разрушено раз и навсегда. Проливая землю виновым, провозносить проклятие, навлеченное пролитие в невинной крови, разрушенное раз и навсегда. Помните, было сказано, только кровь, членная смерть может искупить эту землю от крови. И вот нужно провозносить, что кровь Иисуса искупляет эту землю, все, от невинно пролитой крови. Девятое. Помашьте землю елеем, то есть вылейте масло на землю, как это сделал Иаков для ее освящения, для ее посвящения Богу. Бытие 28, 18-19 стих. Помните, как он на камне. Бытие 28, 18. Помашьте землю елеем, то есть вылейте масло на землю. Как Иаков, помните, то место, где он лежал, увидел лестницу, он встал и вылил елей, масло и посвятил. Это место Божье. Божья земля. Нарек это место в Ефире. То есть это посвящение Богу земли. Поняли, да? Десятое. Скажите всем демонам, что их время, господство закончилось, и изгоните их из этой территории. Когда мы покаялись в рехах, произвели искупление земли, посвятили землю, вылил на милей. Скажите демонам, все, во имя Иисуса, все демоны, с этого момента ваша власть над этой землей, над этой местностью закончилась. Во имя Иисуса, изгоняю вас вон из этой земли и никогда больше не возвращайтесь. Ну, что-то в этом роде. Ничего сложного. Одиннадцатое. Всего двенадцать есть такие рекомендации. Пойте в духе, радуйтесь и веселитесь. Славьте Господа от всего сердца. И двенадцатое. Ну, в этом тоже есть, понимаете, духовное действие. Потому что, когда мы радуемся, это перед Богом, это тоже есть оружие нашего воинствования. Двенадцатое. Прочествуйте жизнь и благословение земле, как поведет вас Божий Дух. Это последнее. Прочествуйте земле. Благословляйтесь земле. Вот как поведет Дух Господь. Как поведет сердце. Итак, если двенадцать пунктов обучить, основные действия пять. Основные действия, чтобы вы запомнили без блокнота. Первое – это покаяние в грехах и молитва о милости. Второе – причастие. Третье – провозглашение над землей. И знание демонов. И пятое – порочество земли. Еще раз. Нужно покаяться, покаяние и молитва. Потом совершить причастие. Пороозглашение над землей, что она уже не будет больше. После причастия мертвой, не будет больше колючки. Не будет больше оскверненной. Потом изнать демонов из территории и порочество земли. Урожаи. Пороозглашение над землей, плодородие, процветание. Потому что они были христианами, рожденными свыше. Поэтому это будет просто, наверное, даже преступлением, если вы слышали сегодня вот это учение. Не освободите свои земли. Это вот просто вообще глупо. Нам всем нужно это сделать. Везде, где мы живем. Итак, в 1980 году мы пережили страшную засуху. Они просто описывают. Это семейная пара, христиане, анетта и демоны. Затем, несколько лет подряд, урожаи были уничтожены саранчоем. Помимо того, что цены на скот в то время были очень низкими, много скота погибло от болезни. Одновременно мы вели жестокую борьбу с сорняком под названием молочае, наводнившим наше пастбище. Животные не ели эту траву, а мы не могли отыскать ни одного средства для борьбы с этим сорняком. Пытаясь превратить распространение молоча, мы потратили тысячи долларов, однако улучшений не было. Мы стали тщательно изучать то, что написано в 28-м главе в книге «Второзаконие». То есть, там они описывают. Мы верим, что проклятие не действует. Мы верим, что мы свободны. Но почему-то Бог их подбил в «Второзаконие». Это рожденные священними крестьяне, которые верят, что они искуплены. Проклятие на них не действует. И они начали читать эту книгу. И прочитав список проклятий, мы осознали, что находимся под проклятием. То есть, Бог просто им возвратил их слово в «Второзаконие», не в закон, а просто показал им, чтобы они сверли то, что они сегодня видят на своей земле. И эта причина – это что? Это благословение, то, что они переживают? Или это проклятие? Вот что они описывают. Прочитав список проклятий, мы осознали, что находимся под проклятием. То есть, это просто, что вы их глаза открыли, что Бог просто им показал. Посмотрите, все признаки проклятия. Мы семян много выносили в поле, а собирали мало, потому что обоедали их старыча. Это 38 стихи «Второзаконие» – «Восклой лавы». «Наш урожай, наше праздбище погибали от нашествия разных насекомых и болезней». Это стихи 21 и 42. «Нас поражала засуха» – стих 24. «Наш скот рождался слабым, погибал от болезней, а также от молнии и снежных бурь». Это стихи 31 и 51. «Мы вели беспросветную борьбу с молочаем. На эту борьбу ходили время и деньги. К тому же мы обрыскивали почву химикатами, которые со временем не разлагались и уничтожали землю». И вот они пишут, «Но ведь любой фермер переживает в своей жизни неурожай и падение скота. Этого не избежать в фермерском деле. Да. Но если беды, народа Божьего, стали такими бесчисленными, значит, что-то не так. Майчане нуждались в Божьей помощи, иначе могли бы дать ферму». И вот рассказывает Пэйки, это одна из лидеров этой команды освобождения земли. «Я усердно молилась за Денгвина и Анельту из-за ситуации, которая сложилась на их ферме. И будучи далекой от фермерского дела, я не знала, о чем конкретно мне нужно молиться. Поэтому искала Божьей помощи и совета. И ответ пришел очень скоро. «Освободи их землю». Держите это, да? То есть ходатай, спрашивая Бога, Бог говорит, тебе нужно просто освободить их землю. Вы слышите? Просто не хватало человека, кто возьмет это и сделает. То есть они христиане по праву должны были иметь благословение. Но кто-то должен практически взять и освободить это. Имеющие уши слышат, да услышат. Вы можете находиться на проклятой земле. Это сокращенный рассказ. Они много описывали, как они болели, как у них были выкидыши, как у них дети были с разными болячками рождались. Они не могли избавиться с одной болезнью в другую, потому что они жили на проклятой земле. И решение было, чтобы кто-то просто пришел и освободил землю. Решение было настолько простым, кто-то, кто верит, должен был прийти и освободить землю. Вы слышите? Господь поведал мне о грехах, которые в прошлом были садены на этой земле, и о которых Ден Винсонеты даже не подозревали. Они знали, что когда-то давно на этой территории жили и поклонялись своим богам уроженца Америки. И фирма находилась лишь в километре от индейской резервации. И до наших дней на этих землях сохранились следы обитания индейцев. И в древности на этой земле люди поклонялись и индейским богам, что противоречило сказанное у книги Исход 20 главе 3-й стих. И Бог наказывал беззаконие, и результатом этого было распространение молоча. В тот день, когда мы наконец провозгласили полное освобождение, Святой Дух показал мне, как разбить проклятие. Нужно было исповедовать грехи прошлого и настоящего, и попросить о прощении. То есть они просили прощения за тех индейцев, за то, что было. Необходимо было также простить тех, кто вызвал Божий гнев. Надо принять решение, поминоваться Божьему закону и полностью следовать этому. Все, что находится в вашем владении и может иметь отношение к такой мерзости, как колдовство или похоронение идола, необходимо уничтожить. Конечно, помимо всего прочего, необходимо сохранить твердую веру в Бога, Слово в Иисуса Христа. Если мы верим, что Иисус Христос стал проклятием ради нас и решим повиноваться Божьему Слову, то мы имеем право на благословение в рамках. И после того, как духовная победа была одержана, пришло время предпринимать некоторые партические шаги. По вину из Божьему Слову мы продали быков смешанной породы и купили за эти деньги чисто плотных быков. Помните, мы о винограде говорили? Вот тот виноград, который Бог создал, он способен давать огромный урожай. А сейчас все пользуются гибридами. Смешанные быки, смешанные семена, сплошные гибриды, чтобы хоть как-то увеличить урожай. Скрещивают маленькие сорта с гигантскими какими-то, чтобы все были побольше. И все равно частичный успех, 100% решения это не дает. И вот они приняли решение, потому что они прочитали в Библии, что нельзя было животных соединять. И они посчитали. Несмотря на то, что это было в Ветхом Завете, они подумали. Я просто всю эту историю читал. Они просто посчитали. Но раз Бог не хотел, чтобы смешивали животных, чтобы чистые были виды животных, Он создал почему-то на земле крокодила, создал почему-то вот улудку. И потому что люди когда-то смешивают, это то, что нарушение большего плана. Он еще в бытие, до закона, сделал каждое животное уникальное. Аминь. И поэтому они приняли решение, и просто они всех животных продали смешанные породы, и они купили только чистоплодных. Вот. Без смеси. И что произошло? Вот они описывают. Когда мы проходили одной из пасбих, Деллин пошел вперед, чтобы открыть ворот. В этот момент он заметил что-то и сказал, посмотри, Энн. Повсюду были видны признаки того, что молочай погибает. Мы наклонились, чтобы рассмотреть поближе, и увидели, что листья уже засохли. Сорняк погибал тоже. Вдруг Деллин спорил, как он вместе с Пейгемолидей, чтобы разбить проклятие земли. И Дух побудил их разрушить проклятие молочая и уничтожить этот сорняк, проклиная его корень. То есть, что они практически делали? Они прокляли корень молочая, разрушили проклятие над земной, и повелели просто ему исчезнуть и засохнуть. Осмотрев весь скот, и еще раз взглянув на погибающий под судом молочай, мы вернулись домой и принесли Иисусу жертву благодарения, хвалы и поклонения за то, что он сделал. В середине июня этот сорняк обычно цветет желтыми цветами. И куда бы мы ни обращались в взор, молоча бюджет, так, как обычно, бюджет осенью, он был коричневый и засохший. Никогда раньше мы не видели ничего подобного. Было настолько очевидно, что что-то противодействовало распространению этой зловещей травы. Прямо у нас на глазах бы совершал истинное чудо. Лето шло своим чередом, дожди шли в нужное время, а молочай продолжал погибать. Нам удавалось все свои дела сделать вовремя, и урожай созревал. Мы засеяли 40 гектар ячменя, мы сняли в среднем 40 бушевей, но не знаю, сколько это. Это был лучший урожай из всех, который когда-либо выращивал Делвин. Наши зернохранилища были полны, и часть урожая пошла, скажем, прямо на поле. Засеянные примерно 50 гектаров укурузы дали обильный урожай, и мы могли снять его с каждого гектара. В то лето мы заметили, что потратили намного меньше денег, чем обычно. Нам почти не нужно было ремонтировать технику. Со своего огорода я тоже собрал необычно богатый урожай. Слава Господу! Я завершил в заключении. Давайте подведем итог того, что мы здесь слышали сегодня. Я долго говорил, но я хотел, чтобы вы в деталях все это услышали и увидели. У нас есть инструменты, у нас есть оружие. Это благословение. Через кровь Иисуса Христа. Так как мы с вами с Божьей помощью помогаем людям исцелиться, освободиться. Пришло время исцелить и освободить землю. Потому что люди болеют из-за земли. Люди недоедают из-за земли. Люди прокляты из-за земли. Потому что, что было Каину с Каину? Сказано, ты проклят от земли. То есть земля была проклята, и земля проклинает людей. То есть является для них проклятием. Помните, мы читали, что земля свергнет вас, если вы будете ее сквернять. Это причина разных катаклизмов. Это причина всего, что происходит. Ну, плохого от земли для человека. И каждый из нас теперь имеет моральную ответственность и духовную ответственность. Что будет делать с этой информацией? И я верю, что мы сделаем. То, что мы можем сделать, так просто, что даже напрягаться не нужно. Так просто, что нам этого ничего не сложно. Нам нужно просто это сделать, как можно быстрее. Я вас всех поощряю. Давайте на этой неделе, постараемся все. Или на следующую неделю. И вообще, куда бы вы ни пришли, вот приехала вот эта вот Пеки на ихнюю ферму, и она увидела, да это у вас признаки проклятия. Надо просто освободить эту землю. И вот есть целые группы, которые ездят и освобождают землю. И знаете, приходит первая мысль неправильная. Давайте прогнозим такую группу. Это неправильная мысль. Ничего сложного, чтобы самим это сделать, создать такие группы, и каждый из вас может быть такой группой. И потом вы придете в чей-то двор, придете к каким-то людям, они скажут, да вот опять посеяли, опять жуки поедают. А вы можете им сказать, у меня для вас есть хорошая новость. Давайте помолимся. Вы же верите, что Господь есть? Ну, конечно, в сердце верит. Давайте вместе помолимся. Давайте примем причастие. И вам объяснит, что это такое. Давайте искупим вашу землю. Давайте исцелим вашу землю. Я вам расскажу, почему земля может страдать. Вы знаете, люди, которые питаются от земли, люди, которые зависят от земли, они вас будут слушать, потому что она их кормит. И вы поможете им. Это будет для вас инструмент евангелия. Это для вас будет возможность распространяться до сердца, которые раньше были закрыты. И в конце концов, давайте землю под нами очистим и освободим. Вы знаете, как мы эту землю искупили здесь? Это святая территория. Вот ребята знают, что мы здесь сделали. Здесь раньше было гестапо во время войны. Гестапо. Здесь есть секретный тоннель, о котором знает только главный архитектор города. Здесь, под этим зданием, секретный тоннель через дорогу в то здание. Там было здание, оно стоит до сих пор, там расстреливали людей. Здесь не расстреливали, здесь была гестапо, здесь были офицеры, они принимали решение, через тоннель уводили людей и там расстреливают. И когда мы пришли в это место, когда мы узнали, когда нам это рассказал сам архитектор города всю эту историю, потому что он знает все. Вот единственное решение, которое мы с нас тут приняли, нужно искупить эту землю. И мы это сделали. И вот здесь, в стене, замуровано причастие. Нет, здесь, 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 здесь. Ну и здесь тоже, значит, два места у нас есть. Вот здесь, вот здесь проливалось масло, я помню. Потом туда замуровано, и видите, это еще и здесь. Во дворе закопано. Во дворе закопано. То есть вы видите, то есть мы скупили это место. И теперь это место, оно является уже столько лет благословения. Здесь столько уже спасено людей, исцелилось, освободилось. Столько остались живы, и столько здесь родилось маленьких деточек. Вот. У тех, у кого не было детей. То есть теперь это место жизни. Здесь было место смерти для кого-то. Теперь это стало местом жизни. Вот это свидетельство. И теперь, получается, там маленькое место, эти обшарпанные стены с улицы, да, оно благословляет весь мир. Это просто факт. И мы просто в смирении так говорим, потому что мы рады, что теперь это место может служить, чем какую-то пользу для других. Пусть наши дома становятся в таких местах. Пусть наши улицы, наши города становятся в благословении. Аминь. И давайте посмотрим 8 минут сборку пророчеств об Украине. И мы закончим молитвой. Знаете, мне нравятся эти пророчества. Давайте приготовим все. И вы все слышите благословение. И то, что сейчас происходит на Украине. Увидите в этом доброе. Здесь пророчество разных лет. Вы готовы? Да. Давайте. Примем то, что мы будем видеть своими глазами в ближайшем будущем. Бог показал нам, что Божье движение обращается в Восточной Европе. Я верю, что Бог хочет использовать вас как часть этого движения. И я верю, что волна подходит как волна из океана на вашу нацию. Это наш час, наше время быть пробужденным Богом. И вот что я слышу, что Бог говорит. Есть два облака, которые находятся в Украине. Одно облако это темное зло. И оно поднимает свою голову с северо-востока. И вы сделали очень много, и вы потрудились хорошо удерживая это облако от наступления. Но это облако по-ближнему существует. И это облако делает все для того, чтобы програться в ваше направление. Но также я вижу другое облако. Это облако огня. Это облако огня, которое захватит эту страну. Огонь пробуждения, который захватит эту страну. И я вижу, как люди стоят на башне. Согретатые, как часовые на башне. Стража на башне. Настало время, бодрствовать, а не спать. Настало время, молиться и быть в мастер. Настало время, а не спать. Настало время, а не спать. Настало время, а не спать. Я верну вас. Я верну вас. Я выверну вас. И вы даже не знаете, как вы сейчас выглядите. Но поднимается среди вас новый звук. Это крик победы. Это крик опустения. Это крик чудес. И это крик выражения любви, вашей любви ко мне. Бог, поэтому возьми свой меч. Возьми мантию хвойной. И ты увидишь, как облато Моей славы сойдет на эту страну. Бог готов вниз послать новую волну Духа Святого. Я говорю вам, что чувствовала эту волну над Украиной. Бог показал мне, что число чапторов там удвоится. И я вижу, как с Черного моря этой волной. Бог начинает объединять русских и украинцев. И Бог говорит, что это будет величайшее пророческое единение. И Господь показывает мне, что Бог прикоснется к Украине своим поцелуям. Там будет великое урожай пшенец. Там будет большое урожай пшенец. Там будет большое урожай сельскохозяйственный продукт. И это станет знамением. И это станет знамением. Так что Украина вновь будет жениться с аргументом народу. И вы будете помогать хранить народы его. И знаете, Бог изменит репутацию Украины. Больше она не будет известна, как страна бедности. Но она будет известна, как земля обетованная, земля обетованная, она будет известна, как страна, у которой есть решение. Вы не будете искать людей, которые бы приехали и помогли Вам. Но Вы пойдете и Вы поможете многим людям. Потому что Вы были так сильно благословены, что Вы будете помогать другим людям. Очень интересно сегодня. Потому что я больше восхищен тем, что будет в Украине, чем Вы. Аллилуйя! Это все просто не сказано еще по событиям, которые сейчас происходят. И видите, Бог говорит через Божьих людей хорошие вещи. Знаете, мы сейчас можно вот этот столик убрать. мы совершим специальную молитву. Я хочу сегодня говорить на одну прекрасную тему. Я эту тему назвал «Остановись и послушай». Вы представляете, нам нужно иногда останавливаться и слушать, что говорит нам Бог. Даже не иногда, а постоянно. Потому что иногда это может быть раз в месяц, раз в год, раз в неделю. но если мы постоянно будем останавливаться и слушать, это принесет мир, покой в наши сердца. И мы будем благословенны. И мне Господь открыл одно место Писания. Я хочу сейчас зачитать. это Евангелие от Луки, 8 глава, 40 стиха. Луки 8, 40. Когда Иисус возвратился, Его приветствовала большая толпа, потому что все ждали Его. К Нему подошел человек по имени Иаир, который был начальником синагоги. И падший к Его ногам стал просить Иисуса «Приди к Нему домой». Его единственная дочь, которой было около 12 лет, умирала. Иисус отправился туда в окружении плотной толпы. В толпе была женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она истратила на врачей все свои средства, но никто не мог ее вылечить. Она подошла к садик Иисусу и прикоснулась кисточке на крови Его одежды. Кровотечение сразу же остановилось. «Кто ко мне прикоснулся?» спросил Иисус. Никто не признавался. И Петр сказал, «Наставник, вокруг тебя столько толпятся люди и напирают со всех сторон. Но Иисус сказал, «Кто ко мне прикоснулся? Я почувствовал, как из меня вышла сила». Аминь. Вы знаете, это интересная история. Когда мы ее читаем, это просто мы прочитали и это нам еще не может говорить. Но давайте мы как бы пойдем в те времена. Вы представьте, такую историю. Человек начальник церкви. У него умирает дочь. У него умирает дочь, которой нет 12 лет. Это огромное горе. Огромное горе. И этот человек испробовал наверное все тоже. Все испробовал, дочь не мог вылечить. И он решился на шаг. Я пойду встречу с Иисусом. Я пойду, чтобы встретиться с Иисусом. Но с другой стороны была женщина, которая страдала 12 лет кровотечения. И она тоже говорит, я истратила все деньги на врачей. Я все истратила. И у меня нет исцеления. Никто не может из людей меня исцелить. И я пойду прикоснусь к Иисусу. Вы знаете, я вера притягивает. В это время в Израиле умирало очень много людей, очень много болело. Но Иисус находился как раз в том месте, где была эта женщина и был Иаир. И он находился потому, что женщина желала прикоснуться к Иисусу. А Иаир решил прийти к Иисусу, чтобы он исцелил его дочь. Представляете, их вера притянула Бога в то место. Но они безразличные, что пришел Иисус, мы будем ждать, когда же он подойдет, когда же ему Бог откроет, чтобы прикоснуться. И вот когда Иаир подошел и говорит, Иисус, моя дочь умирает, прикоснись к ней, исцели ее. Иисус говорит, нет проблем, пошли к тебе домой. И представьте такую картину. Идет Иаир, идет Иисус, идет огромная толпа, и в это время женщина, которая слышала, что он идет к Иаиру, чтобы исцелить его дочь, она решается на ответственный шаг. Она в своем сердце говорит, если я прикоснусь к краю его одежды, я получу исцеление. И она пробирается сквозь толпу и прикасается к краю его кисточки на его одежде и получает исцеление. И в это время, представьте, Иаир идет с Иисуса, и у него какие мысли? И у него мысли прекрасны. Сейчас Иисус придет, сейчас моя дочь исцелится, и я буду самым счастливым человеком, потому что моя дочь будет самая здоровая, самая прекрасная, она будет бегать, играться, она будет, принесет мне внуков, приведет, ну, будет все в моей жизни. И вы знаете, и в это время Иисус останавливается и говорит, кто-то ко мне прикоснулся. Стоит Иаир, он понимает, что каждая секунда дорога, каждая секунда она драгоценна, его дочь умирает, Иаир стоит, а Иисус говорит, кто-то ко мне прикоснулся, кто же это? Петр говорит, Иисус, да ты посмотри, вокруг тебя столько народу, он говорит, нет, подожди, Петр, из меня вышла сила. И Ир это все слышит. Представьте, И Ир слышит, что Иисус говорит, из меня вышла сила. Давайте посмотрим, как могли работать его мозги. Он знал, что Иисус шел исцелить его дочь. И из него выходит сила исцеления, которая была предназначена для его дочки. Вы представляете, что могло быть? Но Ир стоит молча. Он ни слова не говорит. Он стоит. У него хватило мудрости остановиться и слушать, что скажет ему Бог. Хотя в мыслях он мог сказать, Иисус, да какой там, пошли быстрее, моя дочь умирает. Что ты здесь? Да давай, да какая сила? Почему эта сила предназначалась для моей дочери? Иисус, ты нечестно поступил со мной. Но представьте, Ир до такой стоял, он не слушал свой разум, он не слушал свое сердце, он слушал, что ему скажет Бог. И в это время, когда женщина призналась, что она страдала кровотечением, что она получила замечательное исцеление, в это время приходит к Иеру человек и говорит, не утруждая учителя, твоя дочь умерла. Представьте, еще одна новость, еще одна новость в разуме Ира. Иисус говорит, не бойся только веры. И вы знаете, это было то, что услышал Иаир. Это было то слово от Бога, которого он ждал. И представьте, Иаир, который идет с Иисусом, который знает, что его дочь умерла. Все уже, нет, нет. Какие у него мысли в разуме, какие у него мысли в сердце. Но он идет молча, он даже ни слова не сказал Иисусу, он никому ни слова не сказал. Он идет, чтобы услышать голос Бога в свое разум, в свое сердце. Что скажет Иисус по этому поводу. Он уже ему рассказал, не бойся, только веры. И Иир идет за ним. И вот они приходят домой, а тут уже народ собрался, няму копают, плакальщицы плачут, там кто-то занимается какими-то вещами, подготовкой к похоронам. Приходит Иисус и заявляет одну интересную часть в этом народе. Он говорит, она не умерла, она спит. она спит. Вы представьте, люди, которые знали, что она умерла, они на него посмотрели и начали смеяться. Представьте, сердце пал. И Ир стоит. Столько событий прошло, буквально, пускай, за эти полчаса, и одно из этих событий, что люди вместо того, чтобы сочувствовать, они начали смеяться с Иисуса. Они начали говорить разные слова в сторону Иисуса. Но Ир опять же стоит и смотрит и слушает, что же скажет ему Бог. Иисус говорит, уведите народ из дома. Представьте, ученикам пришлось брать этот народ, который был в доме, и выводить. Они вывели, Иисус подошел, прикоснулся к девочке, и она встала. Он сказал накормить ее. Вы представляете, какая-то прекрасная история. Это история о том, как мы должны останавливаться, чтобы наш разум и наше сердце не бежало впереди. Вы представляете, насколько мы верим живому Богу, и Он приходит к нам, и мы делаем какие-то поступки, недостойные христиан, и потом обвиняем Бога в чем-то. Представьте, от того времени, когда Иер сказал, что моя дочь болеет Иисусу, и пока они пришли домой, сколько произошло событий. И дочь умерла к тому же. Это самое страшное событие. Сколько из нас людей могут так остановиться и сказать стоп, я буду слушать, что он не скажет плохо. Если кто-то сегодня болеет и не получает долгое исцеление, исцеление, можем роптать, говорить, а где же Бог, а вот за меня молились куча служителей, а я получаю исцеление. Вы знаете, нужно остановиться и послушать, Иисус, а что ты скажешь? Иисус, что ты скажешь? Почему я буду роптать? Ну почему я должен на кого-то возлагать все, а не спрашиваю у тебя? Вы знаете, мы часто не спрашиваем у Бога, но хотим, чтобы нам что-то сделали, чтобы в нашу жизнь пришли благословения просто так, не спрашивая у Бога, и не слушая. И Иисус пригласил Иисуса домой, и он пошел с ним, он пошел, представьте, он пошел, и на пути к вашему исцелению может быть много препятствий, может быть много преград, и как мы на это реагируем, как мы на это реагируем, на пути Иоира было первое препятствие это когда женщина взяла эту силу исцеления, но промолчала, сколько без нас людей могло промолчать, вот сейчас в данный момент, вы знаете, это вызов каждому из нас, вызов, что мы должны делать, мы должны остановиться и послушать, сколько проблем у нас в семье, сколько людей утром, вечером, ну давайте честными быть, где-то что-то неправильное, сразу голос повышаем друг на друга, пускай хоть немножко, но крикнуть там что-нибудь какое-то плохое слово сказать, не подумавши, а почему бы, если не произошла какая-то ситуация, не остановиться и послушать, что скажет Бог, пускай ты не прав, а Бог тебе скажет, а ты скажи, что ты любишь твою животу, а ты думаешь, ну нет, это точно нет Бога, а Бог говорит, а ты скажи, а ты скажи, пускай ты даже не прав, пускай ты даже прав, какая разница, а ты попробуй и скажи, так же и жена, перед тем, как сделать какое-то замечание мужу, остановись и послушай, что скажет тебе Бог, что скажет Бог, что бы ты сказала для твоего мужа, вы представляете, мы это короткое время, которое здесь живем, мы не ценим, мы просто не ценим, мы уже привыкли друг к другу, мы уже здесь в духовном центре привыкли, мы можем обижаться друг на друга, в церкви могут обижаться, кого-то убрали со служения, кому-то что-то неправильно сказали, кому-то не улыбнулись, кому-то еще что-то, и вы знаете, почему бы не остановиться и не послушать, что скажет Бог на эту ситуацию, но почему мы всегда стараемся взять раньше времени высказать, сказать свое мнение, высказать, что в моем сердце, что в моем разуме, а потом, когда мы уже это сказали, вы знаете, обратного пути нет, потом нужно каяться, потом нужно у многих людей просить прощения, потому что много населил, и обратного пути для многих нет, вы знаете, может быть перед тем, как что-то сказать друг другу, кого-то обвинить, остановись, и послушать, что скажет Бог по этому поводу, вы знаете, это очень важно, остановиться и послушать, остановиться и послушать, этот человек мы видели на видео, он услышал, что будет сейчас комиссия принимать, задавать вопросы, он выбежал в туалет и начал брызгать, он остановился, он там не сидел, и сидел в панике, что же мне делать, он остановился, он начал себя брызгать, потому что он понимал, что это вода помазания, которую ему дал пророк, человек Божий, что он может получить благословение, представляете, он услышал, также я вам хочу сказать, что эта женщина, которая страдала кровотечением, это не были ее мысли, хотя бы как-то пробраться, это Бог вложил в нее разум, желание прийти и прикоснуться, это Бог в нее разум вложил в желание, потому что мы знаем, что есть мудрость душевная, земная, бесовская и мудрость, сходящая свыше, вы знаете, каким разумом, какими мудростью мы пользуемся, Бог хочет, чтобы мы пользовались мудростью, сходящей свыше, чтобы каждый из нас мог остановиться и послушать, что говорит Бог, пускай это будет минута, пусть будет 10 минут, пусть будет час, пусть будут сутки, но остановись и послушай, обязательно дождись, ответ на твою проблему, обязательно, и ты увидишь прекрасный ответ, ты увидишь, что тебя никто не обижал, ты услышишь, что тебя никто, Иисус не такой человек, не тот Бог, который не хочет дать исцеление, Он тебе скажет, почему, Он тебе скажет все, Он тебе скажет, от чего Он тебя много исцелял, Он тебе скажет, как вести себя с мужем, с женой, Он тебе скажет, как вести себя с детьми, не позвали на христианам быть такими горячими, жить на эмоциях, Вы представляете, сейчас сколько людей, ну честно скажите, смотрят новости и потом воспаленный разум. И никто не остановился и не спросил Господи, что мне делать. А Господь говорит, а ты благослови начальство, благослови Януковича, благослови Путина. Да нет, ты что? Нет, нет. И христиане себе позволяют, вы знаете, мне обидно за христианство, что христиане позволяют вылаживать фотографии Путина под Гитлера. Это те, которые должны благословлять. Это те, которые должны благословлять, чтобы наша земля была очищена. Они наоборот приносят проклятие. Вы представьте, что мы можем сделать. Только одно нужно, остановиться и послушать, что скажет Господь на эту ситуацию. И мы прекрасно услышим результат. Я сто процентов верю, что мы услышим прекрасный результат. И много сплетен, много обид, много разочарований, много недопониманий в семье. Много отношений между мужьями, женами, детьми, родителями. Они уйдут. Потому что мы будем слышать, что говорит Бог в моем сердце, чтобы я мог это сделать. Вы знаете, Бог говорит, нам не нужно торопиться и делать то, что мы желаем. Мы можем делать то, что мы желаем. Нет проблем. Но потом согласитесь, какие последствия? Какие последствия в нашей жизни? Очень негативные. Так что у меня есть огромное желание сейчас помолиться. История про женщину, просто чуть-чуть обратите внимание на то, вот она прикоснулась к краю его одежды. И там вообще-то, ну, в греческом тексте написано очень тонко, кисточком. Вот кто из вас греческий звучает, кисточком на краю его одежды. Теперь внимание. Вот, чтобы вы могли видеть и понимать. Одежда, это у Иисуса, там не были джинсы, это был, ну, длинный хитон. Он был очень низкий, вот так вот, он аж касался земли, чтобы вы его знали. Вот, и там были кисточки. Они были вот здесь. Женщине, чтобы прикоснуться туда, чтобы туда прикоснуться, здесь и не было кисточек, кисточки были там. Она должна была ползти. И люди толпили Иисуса. Женщина буквально ползла между ног людей по пыли, по хоризе. Это дороги не так, как в аэропортах. Выложена, кафель на белом можно ложиться. То есть это обычная израильская дорога, по которой они шли. Где? Просто пыль стоит. И вот женщина буквально, она ползла между ног людей, которые могли и наступить на нее, и на ее руки могли наступить. Они же не видят, кто ползет. Быстрее все даже наступали. То есть она буквально протиснулась сквозь ноги людей, и тогда она была кисточкой дотронуться. Уже в противном случае, когда люди окружают Иисуса, ты не можешь плотнуть к Нему встать, нагнуться, дотронуться, и тогда он тебе увидит просто, что ты прикоснулся. Он даже не знал, кто прикоснулся. То есть женщина буквально настолько отчаянно нуждалась в прикосновении, что ей было все равно, и она просто ползла по земле. То есть представьте, вот как это как бы свидетельство и пример, вот что делает вера. Вот она тебе или делает пассивным, или она делает действительно тебя человеком, который вот несмотря на все готов ползти в пыли, вот чтобы дотронуться и прикоснуться. Вот пусть это очень хорошая история, но она нам просто показывает, как нужно верить. Вера — это не что-то, что я сталитами, я согласен, что это произойдет. А вера — это что-то, что я сделаю все, что от меня зависит, чтобы добыть это. Боже носит веру. И еще раз я напоминаю, вера — это не единственный ключ. Есть такие случаи, которые они просто потрясают воображение Божьей милостью, как он отвечает на неверие так же самое, как на веру. Вот один из случаев. Одна женщина проводила, ну, пастор проводила служение. И это было изучение Библии. Они изучали тему исцеления. И пришла посетительница с другой церкви. Но она не знала сначала, просто вид, какая-то женщина в платочке. И она поняла, что это представитель пятидесятников или баптистов. И она видит, что женщина стоит, все служение стоит просто сбоку и не садится. И хоть так подозрительно смотрит. А она об исцелении проповедовала. Ну, и у нее было такое впечатление. Ну, понятно, человек в платочке, не верит в исцеление. Вот, наверное, даже садиться не хочет. Наверное, напротив. И потом, в конце служения подошла все-таки эта женщина и сказала, вы знаете, я вот слушал вас об исцелении, я никак не верю, что Бог исцеляет. Никак не. Вы меня не убедили, то, что вы рассказывали. Вот не исцеляет Бог сейчас. Но я, говорит, нуждаюсь в исцелении. Мне очень нужно исцеление. Потому что она говорит, я слепну. В моей семье, говорит, все, и моя прабабушка, бабушка, мама, сестра моя родная, они все к 40 годам ослеплены. Вот 40 лет наступает ослепление. Она говорит, я, мне уже 35-36 лет, я уже почти слепая. И, говорит, моя дочь уже начинает ослепить. Это проклятие какое-то. Мы нуждаемся в освобождении. И еще, говорит, другое к этому, у меня вырезали часть бедренной кости. И потому я не могла сесть. Я не могу просто сидеть, у меня сильные боли. И продолжают разрушаться кости. Она говорит, ты очень нуждаешься в исцелении. Но и тогда пастор сказала, ну, да я ничего не могу поделать. Ну, пусть вам Бог откроет, что он исцеляет. Ну, то есть, женщина так и ушла, она, ну, просто сказала, что она не верит, и все. Но единственное, что пастор успела сказать, вы знаете, у нас в городе служение исцеления проходит. Какой-то евангелист приехал. Сходите на это служение. Сходите. Пусть Бог вас там исцелит. И тогда дочь, по пути, когда они возвращались домой, она сказала маме, мам, ну, все равно хуже не будет, ну, давай зайдем просто. Ну, давай, хорошо. То есть, это, кстати, как можно для тех, кто не верит, это так вот мудростью, мягко все равно привести вместо чудес. Но все равно хуже не будет. Ну, пойдем, ладно. И сели очень далеко, на балконе, там, никто и не видел. И сидели, было служение. И потом евангелист сказал, всем, у кого проблема с бедрами, встаньте. Ну, все встали, мама сидит, а почему ты не встаешь? Я не верю, говорит. Ну, встань, все равно, ну, хуже не будет. Это реальная история. Ну, ладно, она встала. Прошла молитва. Мама села, ну, дочка, ну, ты что-то чувствовала? Да ничего особенного, ну, тепло немножко так по телу было. Потом вечером, когда они ложились спать уже, дочь зашла к маме в комнату. И, ну, мама сняла верхнюю одежду, была просто, ну, в нижнем, в чем спят женщины. И она говорит, мама, а что там у тебя выпирается за какая-то косточка сбоку? Она посмотрела, а у нее, когда вырезали часть кости бедренной, у нее была яма. А теперь у нее выпиралось, как и с другой стороны. И мама проверила себя, у нее выросла новая кость. Это полностью восстановилось, было чудо-сотворение. Видите, вот есть такие случаи, которые, ну, как, не подойдутся никакому анализу или объяснению. Ну, во всяком случае, это для нас хороший стимул к тому, чтобы все равно продолжать сражаться, продолжать идти, продолжать вставать, посещать собрания, где чудеса проходят, посещать каждое воскресенье, каждую домашнюю группу, чтобы везде ловить, потому что нигде не знаешь, что ты получишь. Субтитры создавал DimaTorzok